Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о случаях, когда работа с психологом помогает вывести ребенка из аутизма. Дело в том, что при некоторых обстоятельствах этот диагноз, в смысле аутизм или рас, получают дети без органического повреждения мозга. Это происходит, когда родители имеют психологические проблемы. Иногда они невротики, иногда имеют какие-то другие психологические или даже, может, психиатрические проблемы. И они создают для ребенка просто невыносимую атмосферу, невыносимую обстановку. И ребенок тоже невротизируется и просто уходит в себя, он как бы закрывается от мира. Такой ребенок плохо поддается обучению, причем по другим причинам. То есть не из-за того, что у него мозг физически это не может воспринимать, а из-за того, что он уже получил такую травму от родителей, что просто вот он, чтобы прекратить эту боль, он как бы отгородился, закрылся. Такой ребенок, он может отвечать, например, на ожидания родителей. То есть, к примеру, мать уверена, что у нее не может быть здорового ребенка. Ее ребенок обязательно будет плохим, или он будет больным, или он будет еще каким-то. И ребенок подсознательно отвечает на ожидания матери просто для того, чтобы сделать ей хорошо. То есть, собственно, деваться ему куда? Это же мать. И вот именно такие дети очень легко и быстро выходят в норму, когда родители решают свои собственные проблемы. То есть, когда исчезает невротизирующий фактор в обстановке, в которой находится ребенок, такой ребенок очень быстро как бы выходит из своего кокона и начинает активно познавать мир. То есть, в таких случаях все зависит еще от отношения самих родителей к происходящему. Вот именно для таких родителей, чаще это матери, реже это отцы, иногда это и мать, и отец вместе. В общем, в каждой семье все по-разному. Именно вот для таких семей работа с психологом может оказаться ключом к новой жизни. И, собственно, для них самих, и также для их ребенка. Когда такие родители решают свои психологические проблемы, то дети очень быстро возвращаются в нормальное состояние. И, собственно, такие случаи тоже мы видим в описании в интернете. И, собственно, мы видели такие случаи и в жизни. Иногда мы, собственно, и до сих пор наблюдаем таких матерей. То есть, эти матери решают свои собственные внутренние проблемы и внешние тоже за счет своего ребенка. Причем ребенок в этих случаях может быть физически совершенно здоров. То есть, он может быть и не здоров, а может быть и здоров. То есть, это не играет никакой роли. И как только такая мать вдруг находит себе какое-то другое занятие, то есть, она отвлекается от ребенка, ребенок перестает быть инструментом для нее, то такой ребенок вдруг начинает быстро выходить в норму. Иногда такие матери делают из вот этого процесса торговый бренд и начинают читать лекции, там разъезжать со всякими рассказами про то, как они стали экспертами в выведении из аутизма. Они начинают продавать различные БАДы, рассказывая всем, что вот именно с помощью этих БАДов, а не других они вывели ребенка из аутизма. Иногда такие матери действительно думают, что именно с помощью вот этого и вот этого и вот этого они вывели ребенка из аутизма. Ну, в общем, наше отношение к этому, что от определенных, правильно подобранных для данного конкретного ребенка БАДов может быть некоторая польза, может быть даже большая польза. Но убеждать родителей больных детей, именно больных с органическими поражениями, что именно БАДы вылечатся вот это органическое поражение, в общем, это не есть правда. Возникает вопрос, врут ли эти матери. Ну, я не знаю, сложно сказать. Скорее, думаю, что они заблуждаются в истинной причине выздоровления их ребенка, ну и, соответственно, вводят в заблуждение других. Возникает следующий вопрос. Нужна ли работа с психологом для родителей тех детей, у которых есть настоящее органическое поражение ЦНС? В общем, я считаю, что да, нужна. Потому что наличие ребенка-инвалида в семье само по себе является сильным невротизирующим фактором, причем для всей семьи. И в этих случаях работа с психологом, пусть даже она и не повлияет на состояние самого ребенка, не выведет его из аутизма, но зато она улучшит качество жизни семьи, улучшит состояние здоровья и состояние психологической родителей и других детей, если они есть в семье. И в итоге положительно повлияет и на больного ребенка тоже. И, в общем, понятно почему. Потому что мать, которая не истерит, четко понимает свои мотивы, мотивы других членов семьи, мотивы, что движет больным ребенком. Она будет просто действовать более разумно, более эффективно, будет более терпимой и просто будет находить более правильные и, скажем так, оптимальные решения, чем та, которая будет находиться в состоянии постоянной депрессии и в постоянной истерике. Вот, собственно, это то, что я хотела сказать. До свидания. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok